МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Представители Франции, Германии и Великобритании согласовали с американскими властями условия, при которых президент США Дональд Трамп согласится продлить участие Вашингтона в совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС. После пяти раундов переговоров европейская и американская стороны пришли к соглашению о том, что Ирану необходимо угрожать новыми санкциями из-за его противоречивых ракетных испытаний и агрессивной региональной политики. Соглашение по ядерной сделке должно остаться прежним, но некоторые его параграфы будут интерпретироваться по-новому, пишет сегодня газета СЗ со ссылкой на дипломатические источники. Как отмечает издание, переговоры между западными странами еще не закончены. Однако европейские партнеры условились, что не будут следовать за США, если Трамп примет решение выйти из ядерной сделки. Ряд стран выразили обеспокоенность решением США о введении новых пошлин на стальную и алюминиевую продукцию, сообщает ТАСС. Соответствующие заявления были сделаны представителями этих государств в Женеве на заседании комитета по защитным мерам ВТО, сообщил хорошо информированный источник. Семь членов ВТО – Россия, Венесуэла, Турция, Норвегия, Швейцария, Индия и Сингапур – присоединились к Китаю в выражении их обеспокоенности и разочарования в отношении недавнего решения США ввести тарифы на стальную и алюминиевую продукцию, отметил собеседник. В соответствии с принятой ВТО процедурой, если на консультациях не будет достигнуто соглашение о предоставлении России компенсации со стороны США, то Российская Федерация может принять ответные торговые меры. Ранее консультации в ВТО в связи с действиями США запросили Китай, Европейский Союз и Индия. Центробанк Ирана запретил кредитным организациям использовать криптовалюты, пишут известия. Как заявили в иранском ЦБ, такое решение было принято в связи с тем, что криптовалюта может быть использована для отмывания денег и финансового обеспечения терроризма. Ранее главный муфти Египта шейх Шавки Алам издал фетву, запрещающую операции с биткоином. Он отметил, что криптовалюта запрещена исламом, так как ее сопровождают мошенничество, обман и невежество. Между тем, первый в мире цифровой банк на базе технологии блокчейн будет создан в Дубае, передает ТАСС. Один из банков Объединенных Арабских Эмиратов будет использовать только собственную криптовалюту и заниматься исключительно финансированием сделок с предметами искусства. Криптовалюты работают на основе технологии блокчейн. По мнению экспертов, эта технология повышает надежность операций, а также исключает необходимость участия нотариусов, юристов и других специалистов, обслуживающих сделки, поясняется в сообщении. Между тем, как сообщалось, Назбанк Казахстана намерен ввести законодательные ограничения на проведение операций с криптовалютами. Кастак сообщает. Акционерное общество Банка Станы установил временные ограничения на проведение ряда операций физическими лицами, говорится в сообщении банка. «Сообщаем вам о том, что в связи с последними событиями, с целью сохранения возможности исполнения текущих обязательств перед вкладчиками, банк вынужден установить временные ограничения в период с 22 апреля по 2 мая 2018 года», указывается в информации, размещенной на сайте банка. Напомним, что 18 апреля на совещании по итогам деятельности Национального банка президент Нурсултан Назарбаев назвал ужасную работу «Эксимбанка», «Банка Астаны» и «Казакбанки». А 19 апреля председатель правления АО «Банк Астаны» Искандер Майлибаев на экстренно созванной пресс-конференции заявил, что банк полностью выполняет свои обязательства и все продуциальные нормативы регулятора. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok